Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Нижневартовска. Николая и Ингу Велькишовых накануне наградили орденом родительская слава. Супруги воспитывают 8 детей, старшему из которых 17, а младший 2 года. Родители прилагают максимум усилий для их всестороннего развития, собирают домашнюю библиотеку, вместе путешествуют по России и родной югре. Инга Велькишова поблагодарила президента России за внимание к проблемам многодетных семей и предложила рассмотреть возможность оплачивать перелет на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам и их сопровождающим вне зависимости от каких-либо условий. Владимир Путин пообещал обсудить это предложение с правительством страны. Хорошо, я пометил, мы обязательно с коллегами в правительстве пообсуждаем, сделаем необходимый анализ и решение будем искать. Я думаю, что найдем его. Это очень высокая награда, очень высокая честь, что и сегодня с самим президентом большого нашего государства встречаемся с исторической личностью не только России, а вообще мирового масштаба. Это, конечно, высокая честь. Конечно, мы волнуемся, радуемся, переживаем. Видели, что двоюродный брат с своей семьей тоже, оказывается, сегодня будут на этой встрече. Они молчали о том, что их награждают, и мы молчали, что выдвинули награждение. В общем, это неожиданно и приятно. Высокая госнаграда, родительская слава бывает двух видов. Медаль выручают за воспитание четверых и более детей, причем неважно, своих или приемных. А орденом награждаются семьи, у которых минимум семеро. Президент предложил за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей, а при вручении самого ордена, родительская слава, вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. В Сургутском районе этим летом достроят сразу две школы, каждая на 1100 учащихся. Об этом на заседании профильного штаба рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Так, в сельском поселении Нижний Сартымский школа готова на 92%. Жилстройнадзор проверит объект на следующей неделе. К концу месяца общеобразовательное учреждение ведут в эксплуатацию. Первого сентября школа примет учеников. Еще одна стройка завершается в сельском поселении Солнечный. Подрядчики ведут на объекте отделочные работы и благоустраивают территорию. По графику эту школу введут в эксплуатацию 15 июля. К слову, всего в этом году на территории Сургутского района планируют достроить шесть социальных объектов. Кроме того, здесь введут 60 тысяч квадратов жилья. В югре стартовал уже третий акселератор технологических стартапов. С прошлого года технопарк высоких технологий проводит обучающую программу совместно с фондом Сколково. Цель выявить и поддержать смелые новые идеи и проекты, а потом внедрить их в различные отрасли экономики региона. В этом году акселератор вышел на международный уровень. Он вызвал интерес у представителей Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. В общей сложности на участие в интенсиве заявились свыше 300 стартапов. Это практически вдвое больше, чем годом ранее. В результате отбора в число лучших вошли полсотни проектов по четырем направлениям – IT-технологии, ТЭК, экология и агропром. Их авторов ждет трехмесячное обучение. Эксперты и трекеры объяснят, как создавать бизнес-модели и продвигать инновационные продукты и услуги на рынке, а также научат выдерживать конкуренцию и выстраивать партнерские связи с деловым сообществом. Желаю всем командам, экспертам, менторам за это время действительно потрудиться, подготовить качественные проекты, получить обязательно обратную связь от заказчиков, ценные советы и от тех компаний, кто непосредственно будет использовать ваши проекты. После завершения обучающей программы в следующий этап пройдут только 15 стартапов. Их презентуют на площадке Югорского промышленно-инвестиционного форума в сентябре. Пять финалистов получат двухмиллионный грант, а также смогут найти реальных партнеров по бизнесу. Сургут возвращается соцветие. Фестиваль национальных культур спустя два пандемийных года вновь выйдет на сцену. 23 по счету праздник впервые пройдет на главной площади города. Здесь уже устанавливают сцену и этнические элементы. 5 июня местные диаспоры удивят сургутяны гостей города творческими выступлениями, национальными спортивными состязаниями и угостят традиционными народными блюдами. Интересно будет и самым маленьким посетителям для них откроют отдельную зону с самобытными играми, выступлениями и мастер-классами. Завершится праздник этнодискотекой. Ждем специальных гостей. Это фольгл группа Солнцеворот, город Екатеринбург и Вера Кондратьева. Ну и, конечно же, национальные коллективы нашего города примут участие в этом мероприятии. Традиционная ярмарка, ремесел. В общем, активности будут на любой вкус. Ждем с большим удовольствием и будем рады видеть. Больше 700 малышей появились на свет в Ханты-Мансийске благодаря ЭКО. Программы экстракорпорального оплодотворения работают в югорской столице с 2009 года. Так только в прошлом году лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий помогла 52 парам стать родителями. Добавлю, что сейчас в лабораторию могут обратиться все нуждающиеся. Процедуру ЭКО проводят как на платной, так и на безвозмездной основе в рамках обязательного медицинского страхования. Почти 27 километров дороги отремонтируют в Кандинском районе. Это отрезок автодороги от Урая до Шаима. Его построили еще 28 лет назад и с тех пор ни разу не обновляли. Уже известно, что подрядчик проведет ремонт в три этапа. Так в этом году обновят 4-х километровый участок. В следующем ведут в эксплуатацию около 6,5 километров проезда. А в 2024 планируется улучшить состояние еще 16,5 километров трассы. Помимо этого дорожники проведут освещение и отремонтируют два мостовых перехода. Югорчанин одержал победу в Хакатоне по искусственному интеллекту. Так накануне подвели итоги конкурса «Цифровой прорыв. Сезон искусственный интеллект», который проходил на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. Всего же на Хакатон зарегистрировались 627 человек, но до защиты дошли только 49 команд. Участникам нужно было решить три кейса на основе искусственного интеллекта. Югорчанин Кирилл Тингусов в составе команды «Норд-Вест-Винт» стал победителем в одном из направлений. Добавлю, что по итогам Хакатона сразу 9 команд разделили между собой призовой фонд в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. В июне у югорчан появится дополнительный выходной. Так первый летний месяц порадует жителей нашей страны государственным праздником – Днем России. А из-за того, что выпадает он на воскресенье, его перенесут на ближайший рабочий день – понедельник. И таким образом в июне у югорчан будет сразу 9 выходных, один из которых и выпадает на 13 июня. Также отмечу, что пятница, 10 июня, все-таки останется полноценным рабочим днем, а не предпраздничным. В Пытьяхе началась летняя ремонтная кампания. Рабочие планируют залатать здесь более 4000 квадратных метров дорожного полотна. Специалисты будут сочетать технологии холодного и горячего асфальта. Помимо ямочного ремонта автодорог, работы пройдут и в некоторых дворах. Так полотно заменят на улицах Дорожников и Советское. Их, к слову, выбрали сами жители города. При формировании плана ремонта специалисты учитывали обращения, которые поступали через систему ЦУР Инцидент Менеджмент. План работы у нас предусмотрен такой. Сначала мы сделали тепловский тракт, это были пробные варианты, потому что они всегда позволяли погодные условия. Сейчас мы перешли на улицу Дорожников и улицу Советская, это Старый Пытьях. И далее будем продолжать по самым основным нашим улицам города. Это улица Центральная, Магистральная. За один раз замес делается порядка тонн асфальта горячего, который можно делать. А за смену порядка 6-7-8 тонн делаем асфальт. Это где-то, если перевести на квадратные метры, 60-70 квадратов в день. Сотрудники авиалесоохраны в Югре не только тушат леса, но и восстанавливают их. Так в Нижневартовском районе 20 специалистов сложили парашюты и взяли в руки мечи Колесова. В трех километрах от Ваховска вместе с лесниками они высаживают сосны. Площадь в 43 гектара пострадала в результате пожара в 2012 году. Новые деревья и кустарники здесь только набирают высоту. Преимущества у берез. Они размножаются естественным путем. К слову, восстанавливать массив сотрудники лесничества начали пять лет назад. Тогда здесь высадили по 4000 саженцев на гектар, однако прижились не все. Работы по искусственному восстановлению лесохвойной породы продолжаются. И речь не только о посадке недостающих растений, но и дальнейшем уходе за ними. К примеру, потребуется 10-15 лет, чтобы сосны выросли до полутора метров. Сосна считается именно целевой породой для выращивания. И мы, тем самым высаживая сосну, сокращаем срок выхода именно целевой древесины. Чтобы здесь именно хвойные породы возобновить, было решено именно искусственно это сделать с помощью посадки под меч Колесова саженца с открытой корневой системой. «Газпром Югра» – чемпион страны по мини-футболу. Решающая игра завершилась накануне в Югорске. К этому матчу газовики благодаря двум победам в Москве вышли лидерами и для завоевания титула нужна была только одна победа. Соперники же КПРФ шансов на ошибку не имели. В московской команде для желанного результата нужно было одержать три победы подряд. Первый тайм остался за гостями. Артем Ниязов и компания провели три результативные атаки на ворота югорчан. «Газпром Югра» смогли лишь размочить счет. За семь минут до конца матча подопечные Владимира Колесникова смогли переломить ход встречи. Александр Виноградов и Андрей Афанасьев сравняли счет. Абразилис Жуао Гильерме в дополнительное время поставил точку в матче 4-3. Волевая победа «Газпром Югры». Таким образом, команда из Югорска в третий раз в своей истории стала обладателем золотых медалей Суперлиги. «Газпром Югра» в своей истории третий раз завоевал золотые медали. И за такой поддержкой своих правдых болельщиков они просто не готовы проиграть. Проигрывая по ходу матча смогли перевернуть ситуацию и выиграть дополнительное время. У нас потенциал был большой и мы его реализовали в итоге. Мы верили в свои силы и мы готовили с плывов. Ребята собирались и мы не искали виновного, а искали, как эту причину исправить.